Вы только посмотрите, какой ко мне пришел товарищ пару дней назад домой. И на самом деле этот милашливый снеговик, это была пиар-рассылка от Avon. И я решила, что это своего рода знак, потому что я уже затянула резину и не рассказала вам о самом главном, наверное, релизе года, можно даже так сказать, от Avon. Это их коллаборация с Кореей. И сегодня я исправляюсь, я объединю все в одном, расскажу вам о новинках, которые были в этой пиар-рассылке. Также в подробностях вам расскажу о корейской коллаборации, поэтому давайте приступать. Вообще, Avon, на мой взгляд, нужно отдать должное, потому что сам факт того, что у них случилась такая коллаборация, говорит о том, что они держат руку на пульсе, потому что корейская косметика продолжает завоевывать мир. Она уже несколько лет, как завоевала страны СНГ, сейчас распространяется, мне кажется, по всему миру. И это совершенно неудивительно, потому что многие из нас любят Корею именно за то, что это очень хорошее качество с активными ингредиентами, но за достаточно небольшую стоимость. У Avon в этой коллаборации вышло несколько масок и патчей, и также есть еще одна маска вот такая вот в баночке и крем для рук. Запомните сейчас, как выглядит эта маска, потому что она самая лучшая во всей этой коллаборации, и впечатлила она меня действительно очень сильно. Называется она тканевая маска для лица, дзен для кожи. На мой взгляд, у этой маски просто идеальное название, которое в точку описывает, что она делает. Для меня результат был в том, что она действительно очень сильно успокоила мою кожу. Если посмотреть на до и после, то видно, что на стороне до кожа имеет покраснение, она какая-то такая немножко воспаленная, можно даже так сказать, а на стороне после она такая яркая, все покраснения ушли, она увлажненная, она по ощущениям была просто потрясающая. Действительно, это такая маска, которую ты наклеил, посидел, снял и увидел результат. И, кстати, когда я получила рассылку с этой коллаборацией и просто пересмотрела все, что пришло, я больше всего поставила ставку на вот эту маску, потому что здесь написано, что это гидрогелевая маска для лица, гуру сияния, эффект стеклянной кожи. Это очень сейчас популярный тренд в Корее, когда достигается эффект такой вот именно стеклянный, светоотражающий, но не с помощью косметики, а с помощью ухода. Ее так по лицу распределяешь, она так и приклеилась, все, с ней можно ходить, делать свои дела, а не обязательно лежать вот в такой вот позе на кровати 10-15 минут. Тем не менее, вот когда я ее сняла и посмотрела на результаты до и после, я не увидела, чтобы что-то произошло в принципе. По ощущениям кожа была очень приятная, ощущался такой, как холодок, действительно, такая прохладная свежесть на лице была, вот как-то так. Ощущения очень приятные, но визуально я вообще не увидела никакой разницы, а я хотела увидеть именно вот этот стеклянный эффект, когда кожа начинает просто светиться изнутри. А вот маска для губ это что-то невероятное, по крайней мере, я на себе такой эффект еще не видела ни от одного средства, и очень хорошо, что и с этой маской я сняла до и после, потому что состояние до это вообще крайне типичное состояние моих губ, когда они очень сухие, они скукоженные, они покусанные, потрескавшиеся, в общем-то у меня с губами действительно большая проблема, и очень-очень-очень мало средств, которые могут реально как-то визуально сделать разницу. Здесь вообще по заявлениям написано, что эта маска увеличивает объем губ, я, честно говоря, думала, что это полный бред, но когда я посмотрела до и после, мне реально показалось, что губы у меня стали более пухлыми. У меня создалось такое ощущение, что у меня просто сначала губы были такие сухие и скукоженные, а после этой маски они как будто разгладились и расправились. Такое впечатление, что чуть-чуть их как гиалуронкой я уколола, или вот какой-то вот такой вот эффект. У этих патчей под глаза, наверное, самая милашливая упаковка, но вообще это достаточно типично встретить изображение панды на упаковке с патчами под глаза, потому что, ну, во-первых, это мило, а во-вторых, я иногда по утрам точно бываю на панду похожа, и не потому что я такая милая, а потому что у меня точно такие же темные круги под глазами. Особенно в последнее время у меня вообще какая-то проблема с бессонницей, я очень мало сплю, и какие-то вот такие вот штуки в последнее время реально становятся моим мастхэвом, чтобы как-то убирать отечность, чтобы убирать вот эту синеву под глазами. Это патчи с гиалуроновой кислотой и золотым шиммером. Этот патч должен делать, собственно, то, что я только что перечислила, то есть убирать отечность под глазами, уменьшать проявление синевы под глазами и также, конечно же, увлажнять кожу из-за гиалуроновой кислоты в составе. Если коротко их описать, то я бы, наверное, сказала, что они неплохие, но не революционные, наверное. Эффект после них есть, то есть кожа действительно становится более такой вот как бы увлажненной. Может быть, если очень прям присмотреться, можно увидеть, что немножко отечность спадает после них, может быть, немножко совсем слегка уменьшается синева под глазами. Патчи эти просто неплохие и вот больше здесь и не скажешь. Ночная маска для лица, это такой немного специфический продукт. Я знаю, что не все в восторге от самого принципа. Если вкратце вам рассказать, то грибы мацутаки помогают продлить молодость кожи, а грибы чага и шиитаки освежают лицо и придают ему сияние. В общем-то, знаете, по описанию это был такой продукт, который давайте-давайте побольше-побольше. Я им несколько раз пользовалась и, вы знаете, эта маска, она, возможно, наиболее подходящая для ночного использования из всех, которые я только пробовала, потому что я ее не наношу прям толстым слоем. Я ее наношу, как, наверное, какой-то увлажняющий питательный крем, распределяя по лицу, и она буквально мгновенно становится какой-то матовой и застывает в какую-то такую еле уловимую пленочку на лице. И когда я прикладываю лицо к подушке, то нет ощущения, что у меня вот сейчас подушка просто пропитается соком всех этих грибов, и потом мне просто наутро нужно будет стирать и наволочку, и подушку. А наутро кожа действительно выглядит намного более увлажненной и такой пропитанной, нежели просто от моего вечернего ухода. У меня даже бывает такое, что я утром просыпаюсь, и мое лицо, я бы даже сказала, такое немножко даже как жирница, хотя этого вообще никогда не бывает. У меня кожа более склонна к сухости, и чтобы я проснулась и увидела в зеркале, что у меня блестит тезона или вообще все лицо, то такого никогда в жизни не бывает. А с этой маской я даже это замечаю. И последний продукт, который вышел в этой коллаборации, это крем для рук. Мне попался крем с экстрактом молочных протеинов. Я бы сказала, опять-таки, если описать одним словом, то это слово light. То есть это настолько легкий крем, что он скорее впитывается и ощущается как легкое молочко для тела. И есть ощущение, да, что ты что-то все-таки нанес на руки, то есть они не сухие, но в то же время нет вот именно вот этого насыщенного питания. Я так думаю, что этот крем намного лучше подойдет на какое-то более жаркое время года, то есть даже вот поздняя весна или лето это будет отлично, потому что такое легкое ощущение, быстро впитывается, не липко, но сейчас в разгар зимы мне хочется немножко больше питания. Ну что ж, о свойствах я вам рассказала, и теперь я хочу затронуть одну тему, которая мне немного не дает покоя, а именно стоимость всей этой продукции, потому что она, к сожалению, достаточно высокая. Как утверждает Avon, это коллаборация именно с люксовым корейским брендом. Я не знаю точно с каким, по-моему, эта информация нигде не разглашалась. Я специально прошерстила тот же сайт Jolsi, где продаются очень многие корейские бренды с международной доставкой бесплатной, и там я посмотрела, что достаточно много есть вариантов, которые стоят где-то приблизительно ровно в два раза дешевле. То есть каждая маска стоит 1,2-1,5 доллара, где-то приблизительно так. И разные эффекты там есть, и успокаивающие, и увлажняющие, и питательные, и, в общем-то, какие угодно. Поэтому я считаю, что эта стоимость достаточно высокая, как для вот таких вот масок, и вообще безумно высокая, как для патчей под глаза, тем более, что это одно-единственное использование. Вот эти известные патчи с енотами и с пандами, которые в упаковке, там 60 штук, то есть 30 применений у вас может быть. Они стоят, по-моему, порядка 12 долларов, но там все-таки 30 применений, а здесь вы получаете всего одно. Вот эта разглаживающая маска хоть и очень классная, но она все равно стоит 60 гривен. И я, например, не знаю, готова бы я была выкладывать такие деньги каждый раз, когда я хочу немножко привести губы в норму. А вот что касается ночной маски, то здесь цена, мне кажется, более адекватная. Да, это достаточно дорогой продукт, 229 гривен, но, тем не менее, здесь этой маской можно пользоваться, ну, полгода, наверное, точно. Срок годности у этой маски 12 месяцев, поэтому смело можно покупать, не переживать, что она испортится, и пользоваться ей достаточно продолжительное время. Ну что ж, это все, что касается именно корейской коллаборации, но, как я и сказала, я еще хочу сегодня рассказать о продукции, которая была внутри вот этого милашливого снеговика. И пока мы с вами не закончили тему масок и патчей, я вам расскажу о вот этих вот патчах под глазами. Вернее, это называется охлаждающие подушечки для зоны вокруг глаз. И вот это я когда получила, я подумала, что это просто максимально мне в тем, особенно сегодня я ужасно просто не выспалась, и сегодня я пробовала их впервые. Для того, чтобы они начали действовать, их нужно поместить в холодильник не менее чем на один час, а потом после этого вы прикладываете их в зону под глаза, и лежите с ними 20 минут, думаете о хорошем, и чувствуете вот такую приятную прохладу под глазами. Я не знаю, как точно будут выглядеть кадры до и после, я не думаю, что там будет такой эффект, что прям все мешки под глазами у меня растворились или всосались обратно, но ощущения были очень-очень приятные. Вот такая вот именно прохлада и свежесть под глазами. Такое впечатление было, что я выпила кофе, потому что я моментально проснулась. Что касается именно новинок, то в рассылке их было две. Одна из них это новая тушь Super Shock, которая называется Super Shock Definition. Меня удивило сразу и порадовало то, что, во-первых, это натуральный ворс, они синтетические, а во-вторых, щеточка здесь хоть и большая, но она, как сказать, у нее ворсинки вот эти достаточно короткие, что является огромным бонусом, когда прокрашиваешь вот такие вот маленькие короткие реснички. Мне кажется, что эта тушь одна из тех, которая, знаете, чем больше она подсыхает, тем лучше она становится, потому что она уже достаточно густая, но когда она станет еще немножко гуще, она прям вот сильно будет лепиться к ресницам и еще быстрее можно будет достигнуть результата. Единственное, чего мне в ней не хватило, это удлинение. Хотя бы немножко, чтобы ресницы хотя бы чуть-чуть показались. Потому что, опять-таки, вот если показать вам до и после, на кадрах до кажется, что у меня просто лысый глаз, у меня нет вообще в принципе ресниц. А на результате после, если я использую тушь, которая удлиняет, то мои ресницы показываются так на горизонте, то есть нет ощущения, что они как бы сливаются на фоне складки века. Вот если бы еще чуть-чуть удлинения, эта тушь бы вообще стала идеальной просто. Но здесь нам удлинение никто не обещает, это объемная тушь. Также в новинках парфюмированная вода, которая называется Luminata. И я не открывала ее, потому что я сразу знаю, что это будет не мой аромат. Потому что, как только я прочла здесь описание, что это пудровая белая пивония, я пудровые ароматы вообще просто не переношу. У меня от них начинает болеть голова. Вот это именно не мое. Я вообще на сайте Avon на эту парфюмированную воду посмотрела. Мне очень понравилась упаковка. Действительно, очень классно выглядит. Кстати, моя мама тоже постоянно комментирует, что у Avon очень крутые упаковки. Они выглядят, вот все эти парфюмы, выглядят как дорогущие какие-то французские парфюмы. Если вам нужен подарок вот именно в такой ценовой категории, то мне кажется, это было бы неплохим вариантом. Также в снеговичке было несколько подарков, которые не являются новинками. Но, тем не менее, мне все равно хотелось их протестировать и рассказать вам свое мнение. Что мне абсолютно, вот просто абсолютно не понравилось, это тональная основа Avon Mark Glow On. У меня это оттенок Creamy Natural. Во-первых, эта тональная основа очень быстро схватывается. Моей первой ошибкой в нанесении было то, что я сначала поставила вот так вот несколько точек, и к моменту, когда я растушевала одну щеку, потом вторую, и уже перешла на лоб, то на лбу у меня уже прям застывшие пятна были, которые мне нужно было потом очень хорошо растушевывать. И вообще, в принципе, я потом после того, как нанесла эту тональную основу на лицо, посмотрела на себя в зеркало, мне совершенно не понравился эффект, она легла какими-то пятнами. И вот прям видно, что на каких-то местах есть какие-то более желтые куски, а потом вроде как нормально растушевана. И она очень-очень сильно подчеркивает какие-то более сухие участки. У меня на носу она легла прям какими-то такими суховатыми хлопьями. После нанесения мне еще те танцы с бубнами нужно было выполнить, чтобы более-менее привести свое лицо в порядок. А что реально поразило меня просто до глубины души, это вот этот вот продукт со странным названием, потому что везде и на коробке, и на этикетке сзади написано, что это Glow Bronzing Pearls, то есть это сияющие бронзирующие жемчужины. Я вообще подумала, что это бронзер. Но потом я заглянула на сайт и в каталог, и это позиционируется как румяна. И действительно по своему эффекту это скорее румяна, чем бронзер. Здесь две трети это такие бронзовые шарики и шарики цвета шампанского. И одна треть здесь таких конкретно розовых шариков, поэтому когда наносишь, это выглядит действительно как сияющий румяна. С одной стороны я действительно заметила, что они добавляют свежесть моему лицу. И вот это сияние как раз-таки тоже играет на руку, потому что здесь как два в одном получается, как будто и румяна, и хайлайтер сразу же нанесен. Кстати, наносила я эти румяна с помощью кисти, которая также была в рассылке. Эта кисть, собственно, для румяны создана. Вообще, когда я увидела, что это синтетическая кисть, я опять-таки не была в восторге, потому что я синтетические кисти в принципе не очень люблю для сухих текстур. Мне больше нравятся они для кремовых или для жидких текстур. Но здесь мне показалось логичным нанести румяна от Avon, кистью Avon. И вы знаете, мне понравилось. Во-первых, и размер у нее очень удачный. Она очень мягенькая. Кисть не самая дешевая, но в то же время, если искать аналог из натурального ворса, который был бы неплохим действительно, не просто какой-нибудь, а неплохой аналог, то этот аналог будет стоить дороже 100%, чем эта стоимость. Поэтому я считаю для румян очень даже такой неплохой вариант. А вот эта серия, на мой взгляд, знаете, на любителя, потому что эта серия матовый идеал, но под серия здесь металлик, то есть это как матовая металлическая помада, ну то есть как-то так. Она с одной стороны и не прям металлик, но с другой стороны и далеко не матовая помада. Вот сейчас у меня, кстати, на губах оттенок, который называется Blushing Brilliant. Это очень светлый розовый металлик. Вообще, на самом деле, она мне напомнила немножко такой перламутр 90-х. И, ну, я не могу сказать, что это мой любимый финиш, и прям мне очень нравится, как выглядит эта помада или как она смотрится. Еще один оттенок, который у меня здесь есть, это Gilded Berry. И вот этот, ну, прям, вот очень на любителя оттенок, потому что это такая темная, переспелая слива с эффектом ржавчины. Как-то так бы, наверное, я описала этот оттенок. Мне совершенно не нравится, как выглядят такие оттенки на мне, потому что мне кажется, они меня старят и вообще как-то, ну, не очень выглядят. Если вам тоже не нравится такой эффект, то пропустите эту помаду, а если вам, наоборот, это нравится, то вы знаете, где ее искать. И последнее, что было в этой рассылке, это две вот таких вот коробочки, которые, на мой взгляд, опять-таки, могут стать отличными подарками в этих ценовых категориях. Первое – это крем для тела с экстрактом колумбийского кофе. Это из линейки Planet Spa. У меня это, кстати, первый мой крем для тела из этой линейки. Я раньше ничего не пробовала. Мне очень понравилась упаковка, очень классно это все выглядит. Действительно так создается ощущение, что ты в спа, потому что какая-то такая красивая упаковка. Но что меня привело в недоумение – это аромат. Потому что, когда я прочитала «Колумбийский кофе», мне показалось, что это должно пахнуть кофе. Но, тем не менее, это пахнет какими-то цветами, наверное. То есть, действительно, такой нежный цветочный аромат, но даже и рядом с кофе не стоит. И последнее – это такой милашливый детский набор из коллекции Disney Frozen. Здесь в середине 4 продукта. Там маленькая парфюмированная вода, блеск для губ, мыло жидкое и крем для рук. Я, например, была бы в полном восторге, если бы мне лет в 10 подарили бы такой подарок. Тем более, что я знаю вот этот мультик Frozen. Очень многие дети его любят. И прям целые коллекции там и с этими снеговиками, и с этими сестрами. В общем-то, поэтому, если ваш ребенок сходит с ума по этому мультфильму, мне кажется, это будет замечательный подарок. А на этом у меня все. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Обязательно поставьте ему палец вверх, если так и было. Если вы еще не подписаны на мой канал, это очень легко сделать, нажав на округлую иконку вот здесь. Также посмотрите другие мои видео, которые сейчас вам рекомендует YouTube. А если вы их уже смотрели, то мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней.